Подъехала вторая патрульная машина и они сразу агрессивно начали меня нести, втащить в машину, не показав ни документов, ничего не предъявив, тащить в машину. Я испугался, растерялся, не знал, что вообще творится, что делать и вообще куда меня несут, потому что я без документов не знаю, что они со мной собираются делать. Я испугался, растерялся и побежал, но, конечно, я потом увидел, что за мной бегут и понял, что не стоит бежать лучше. Я когда в этот момент остановился и только разворачиваюсь, в этот момент у меня нанесли удары. Он сначала кулаком меня ударил в нос и после этого я уже ничего не видел, потому что сразу, когда я ломаю от нос, помутнение в глазах и следом сразу же ударили головой об стену. Мне в это время звонила, тоже из больницы к у мамы. Она позвонила, я как раз поднял трубку и как раз заодно в это время поднял, я не мог говорить, но я кричал от боли, потому что мне свернули руки хорошо. Я говорю, мне больно, больно и как раз сказал, что меня это избивают. И она сразу же позвонила в 9.02. Девушка, перезвонив уже через минуты 3-5, перезвонила, но меня уже принесли в машину. И уже там девушке я сказал, естественно, я истекаю кровью, но меня сейчас не бьют в машине, потому что там камеры. И она все это вроде бы зафиксировала по телефону, потому что она на мобильный звонила. Сами начали сразу все отрицать, потому что в это время у меня есть все на диктофоне записано, где я говорю, ребят, за что вы меня вообще так бьете, за что вы меня так избили. Они говорят, а где ты так упал, а где ты так это вот. Сразу начали моментально отрицать. После штрафплощадки мы поехали в наркологический, но мы не поехали сразу оттуда по ботанике. Мы могли легко выехали, где Тираспольский рынок из Маловска, мы могли поехать по Александру Челдун сразу в наркологический, Петр Рариш. Они поехали вверх по Штефану, они вот так вот катались вокруг, чтобы меня просто покатать. Я говорю, ребят, почему нельзя быстро, я истекаю кровью, почему нельзя быстро в наркологический? А мы так хотим. А то они так в машине сказали, я думаю, что камеры должны это зафиксировать. И после того, как мы приехали в наркологический, меня пропустили, им показали, что у меня все чисто, у меня никаких наркотиков, ни алкоголя в крови нету. Мы когда прибыли в БСМП, те уже были предупреждены от них, что якобы такой вот может прийти Михалаш Александр, снимать побои. Сделайте так, чтобы от них, они как-то, ну не знаю, потому что со мной очень некрасиво разговаривали. Говорили, что так мне и надо. Спросили, что случилось, когда я снимал снимки. Я говорю, вот так и так, потому что сразу не говорил, что полиция, потому что они бы сразу категорически начали бы против идти в меня. Я говорю, вот напали на меня и так далее. Не досказал, что полиция. Они говорят, так тебе и надо, типа надо сидеть дома. Сестра подходит к ним вместе со мной и мы спрашиваем, ребят, может вы сделаете первую медицинскую помощь, предъявите, потому что у меня течет кровь. Они смотрят на это. Они говорят, нет, мы не делаем это, надо это все платно у нас. Первая медицинская помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова